Конечно же с вами будем обсуждать конкретные проблемы, житейские проблемы, функционирование средств массовой информации. Я предлагаю построить такой открытый разговор, диалог. Возможно у вас будут какие-то вопросы, которые возможно не относятся к тематике сегодняшнего нашего совещания. Возможно у вас будут вопросы как практического, так и идеологического характера, в том числе по последним переговорам с руководством Российской Федерации. Потому что вы не просто организаторы ведущих средств массовой информации, но и сами являетесь активными участниками создания продукта ваших компаний. Я уже сказал о необходимости нашего сегодняшнего предметного разговора, тем более что прошло два года после назначения руководителей наших ведущих средств массовой информации. И настал момент обсудить выполнение поручений данных вам, в том числе при назначении. Услышать ваше видение дальнейшей стратегии работы, актуализировать задачи, которые стоят перед средствами массовой информации. Задачи, конечно же, как вы понимаете, очень непростые. Нынешняя обстановка абсолютно не располагает какой-то успокоенности. Противостояние, геополитическая нестабильность в разных частях мира, в том числе в нашем регионе. Все это в повестке дня, сегодняшнего дня. Важнейшей составляющей части независимости любого государства является информационный, ну мы его называем суверенитет. Это право проводить собственную информационную политику в своем государстве, формировать национальную информационную инфраструктуру, обеспечивать информационную безопасность. И это право мы, как суверенное независимое государство, к сожалению, сегодня должны отстаивать во что бы то ни стало, в том числе и на информационном поле. Казалось бы, ну что еще нам тут бороться и воевать на этом поле, но, увы, приходится. Именно для того, чтобы противостоять новым рискам, вызовам и угрозам, чуть менее года назад разработана и принята концепция информационной безопасности Беларуси. Не знаю, насколько она эффективна, вам виднее, но это такой первый серьезный шаг к выработке стратегии нашей информационной безопасности. Естественно, что возможно, как живое творческое тело, и надо совершенствовать эту концепцию. Концепция.